Здравствуйте! Это программа днями. Я Андрей Скоробогатов. Сегодня выпуски. Как вы рассчитывали воспользоваться вот этой вот ямой? Для чего ее надо было копать? Суровый приговор черным риэлторам. Подробности громкого дела. Субсидии будут осуществляться строго в порядке очереди. О новых правилах господдержки при строительстве жилья. Я не согласна с белорусской глубинкой, потому что в области театра Могилев уже давно в первых рядах. Премьера «Женщина моря» Генрика Ипсона. Спектакль о свободе и счастье. Давай, моя рыбка, золотая. Давай. Вот так, попей, попей. Да, вы знаете, что в лаванде помимо красоты еще масса пользы. Лаванда или бычок? Чем удивляют дачники Могилевщины? Как горки победили шклов. Кубок области по футболу среди любителей. Суровый приговор черным риэлторам обсуждают в области и стране. Две исключительные меры наказания и два длительных срока лишения свободы. Четверо, и среди них женщина, признаны виновными в убийствах шести человек и покушениях на убийство еще трех. Преступники убеждали собственников квартир продать недвижимость, а после этого расправлялись с ними. Пока неизвестно, будет ли обжалован приговор Могилевского областного суда. Ожидается, что будет. Подробности громкого дела расскажет Наталья Евгеньевич. На черных риэлторов оперативники вышли в 2015-м. Взяли при подготовке к убийству человека. А дальше было следствие. Тогда-то и выяснился весь масштаб преступления. С обвиняемыми оперативники работали полтора года. За это время они признались в убийствах шести человек. Но жертв, говорят правоохранители, могло быть и больше. Уголовное дело насчитывает 71 том. По делу прошло 400 свидетелей. Судебное слушание длились 8 месяцев. На последнем слове они все просили прощения у родственников убитых. Игорь Гершанков клялся, что никого не убивал. Семен Бережной просил суд не лишать его жизни. А Татьяна Гершанкова расплакалась, уверяя, что не убила ни одного человека. Борис Колесников целиком и полностью был не согласен с обвинением. Обвиняемым был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет с четкой распределением функций и ролей каждого участника преступной группы. Игоря Гершанкова и Семена Бережного приговорили к смертной казни. Татьяну Гершанкову к 24 годам колонии общего режима. Бориса Колесникова к 22 годам строгого режима. Имущество у всех фигурантов дела будет конфисковано. Суд достаточно взвешенно, ответственно подходит к назначению этого наказания. И если есть какие-то сомнения в виновности лица, ни расстрельный приговор, ни любой другой приговор обвинительный постановлен быть не может. Действует принцип презумпции невиновности, в силу которого все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Здесь иной случай. Вина каждого из четверых в преступлениях доказана. Убивать людей ради корыстных целей был их бизнес. Супруги Гершанковы нигде не работали и жили за деньги, полученные преступным путем. Обманывали людей с квартирами, за что в 2010-м были судимы. А выйдя на свободу, принялись за старое, но с куда большим размахом. Как вы рассчитывали воспользоваться вот этой вот ямой? Для чего ее надо было копать? Чтобы ее там подготать. Родного? В связи с чем? В связи с тем, что мы хотели забрать деньги. Своих жертв преступники искали среди одиноких людей с задолженностями по коммуналке. Входили к ним в доверие и убеждали продать свое жилье, чтобы переехать в квартиру поменьше и подешевле. А когда те соглашались, обвиняемые начинали готовить могилы своим жертвам. Помогали оформить документы на продажу квартиры, а дальше ехали в лес отметить сделку. В тот момент, пока человек находился без сознания, под действием алкоголя и клапелина ему одевали на голову полиэтиленовый пакет, сматывали руки и ноги скотчем, клали в гроб и хоронили. Места для этого выбирали подальше от областного центра. Действия, обвиняемые по отношению к жертвам, отличались исключительной бесчеловечностью и жестокостью. Этот смертный приговор десятый в Могилевской области за последние 17 лет. Со временем действия нового уголовного кодекса. В конце 90-х годов законодатель ввел в качестве альтернативы смертной казни пожизненное заключение. Был повышен верхний предел санкции, предусматривающий ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах с 15 до 25 лет. Поэтому суды достаточно активно используют другие альтернативные смертные казни и виды наказания. До этого последний раз исключительная мера наказания была применена в 2013 году. Тогда к смертной казни приговорили человека, осужденного за двойное убийство. Уже отбывая наказание в тюрьме, он задушился камерника. В 90-е годы смертных приговоров было больше. В ранее действующем законодательстве смертная казнь была предусмотрена и за коррупцию, и за валютно-обменные операции. В общем, за 30 составов преступлений. В новом кодексе их осталось 14. Теперь исключительная мера наказания предусмотрена не только за жестокие убийства, но и за убийство сотрудников внутренних дел. Преступления против мира, безопасности, человечества, военные преступления. Но на Могилевщине такого рода преступления бывают крайне редко. К слову, число умышленных убийств за последние 17 лет сократилось почти в три раза. С 100 до 30 в год. Меньше двух недель остается до вступления в силу новых правил господдержки граждан при строительстве жилья. По указу номер 240, система кредитования жилищного строительства для нуждающихся дополнится новым видом поддержки государственными субсидиями. Кстати, одно из новшеств в том, что право на получение субсидий на уплату части процентов по кредиту получают малообеспеченные граждане, которые строят или реконструируют жилье на юго-востоке Могилевщины. Об этом сообщил национальный портал правовой информации Республики Беларусь. Республики Беларусь На данный момент определено, что пока их будут выдавать Беларусьбанк и Белаграфомбанк. После 6 августа исполкомы уже должны приступить к работе по указу. Исполкомы пригласят для рассмотрения этих вопросов первоочередников, которые стоят во главе списков. И именно с этими людьми будет уже вестись конкретная работа организационная для того, чтобы они могли получить эти направления на строительство, получить решение исполкомов о предоставлении субсидий. И после этого уже выбирали Беларусьбанк или Агробанк. Те два банка, которые в настоящее время уже готовы предоставить финансирование в виде коммерческих кредитов с государственной поддержкой. Решение о субсидировании конкретной семьи принимает исполком. И после заключения кредитного договора с банком производится начисление субсидий. Она идет в безналичном расчете на погашение либо отчасти процентов, либо основного долга в зависимости от категории граждан. Максимальный размер кредита и адресные субсидии будут определять с учетом состава семьи, имеющуюся в ее собственности жилой площади. Строить жилье получатели такой помощи смогут в домах, которые определены государством. В республике определено 46 жилых домов на примерно 4000 квартир, в которые будут и направляться граждане. Если говорить о структуре по республике вот этих домов, то они примерно так равномерно распределены по стране. По словам Александра Горвеля, параллельно с новым указом будет работать и 13-й, пока полностью не используются его ресурсы. Используются первоначально условия 13-го указа, поскольку они несколько более комфортные, чем 240-го указа в части ежемесячных выплат. Поэтому, когда будут заканчиваться средства по 13-му указу, гражданам будут предлагаться условия указа 240-го, но и тоже в объеме тех ресурсов, которые на это представлены. В Министерстве архитектуры и строительства уточнили, что для реализации указа номер 240 до конца 2017 года в республике предусмотрено 135 миллионов рублей. Всего в Беларуси на учете нуждающихся состоит почти 700 тысяч семей. Около трети из них могут рассчитывать на господдержку. Среди них 30,5 тысяч многодетной семьи, 29 тысяч дети-сироты, молодых семей на учете более 300 тысяч. Могилевский драматический театр закрывается на каникулы. И делает это на высокой ноте, премьерным спектаклем «Женщина-море» по произведению Генрика Ипсена. Норвежский драматург написал пьесу в 1888 году, в том же году, когда был основан Могилевский театр. Классическая история, но о нашей жизни, как считает режиссер, о свободе и стремлении каждого человека к счастью. Давайте! Снова! Рождайтесь! Спектакль начался прямо из зрительного зала, по которому ходят и философствуют персонаж. То ли автор, то ли герой. И в прологе возникают даже туристы. Итак, пьеса и театр – одногодки. 130 лет без одного года. Но, несмотря ни на что, у зрителей есть ощущение очень современного действия. Его подчеркивает и дефиле персонажей, и модные солнечные очки, и музыка явно нашего столетия. Но проблемы, о которых говорят актеры со сцены, они вечные. Они все бьются за свое счастье, и бьются до самого последнего, и с верой, и надеждой, что все это возможно осуществить. Мне очень нравятся люди, которые все-таки оптимисты в жизни, которые ведущие и ведущие будущее, и идущие за своей мечтой. Там открытое море. Правда, здесь красиво. Чудесный, дивный вид. Не пойти ли туда или туда? Нет. Я, пожалуй, останусь здесь. На сцене очень стильные декорации. И костюмы персонажей им подстать. Такая прохладная икеевская Северная Европа, помноженная на видение мира литовской художницей Юраты Рачинскайта. Она создала в театре морское побережье, а прибрежных камнях – птичьи гнезда. Символ душ людей, которые, как и птицы, залетят к своему счастью. И как бы с теплотой дачи, работая и чувствуя, это любовь и взаимность среды окружающей, людей именно, которые мне помогают, только так, наверное, через любовь. Конечно, «Женщина моря» – это история о любви. Любви странной, в которую мечется главная героиня Элида. Когда в жизни замужней женщины возникает первый жених – моряк или его тень. И добрый муж, доктор Вангель, пытается разобраться в терзаниях жены. Актеры работали над спектаклем полгода, и пока готовили его, понимали, что же их роднит с персонажами Ипсона. Желание какой-то свободы, желание быть честной с собой и миром. Ну, мне кажется, это важно для всех. И так Могилев не считают театральной провинцией. И молодежный театральный форум «Март Контакт», и собственные интересные постановки, и театральные премии создали репутацию театра. Как режиссер Могилеве прочитал Ипсона, это стоит увидеть. Тут и свобода, и море, но здесь самая главная, мне кажется, мысль заключена в том, что люди стремятся к счастью, и почему-то это счастье не могут получить. Хотя, в общем-то, они, может быть, его и заслужили. Спасибо тебе. Спасибо. Пусть не смущает зрителя норвежская классика. И люди во фьорде в конце 19 века, и мы в современной Беларуси, все в сущности живут одними проблемами. Да, я должна иметь право выбора. К истории любви у Ипсона примешаны и детектив, и мистика. А вот будет ли хэппи-энд, и правда ли он хэппи, это предстоит разобраться зрителям. Тем, кому не повезет сделать это в два премьерных дня, придется подождать начало нового театрального сезона уже в сентябре. Сегодня гость студии программы «Днями», актер Могилевского драматического театра, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь, Иван Трус. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Некоторые говорят, что спектакль «Женщина моря» – это о свободе выбора. По-вашему, о чем спектакль? О чем вы играете? Ну, как бы, более полугода мы работали над этим спектаклем, и все это время режиссер спектакля, Саулюс Варнас, нам говорил о том, что каждый может и должен, и имеет право на то, чтобы иметь счастье. Поэтому, наверное, я здесь с ним и солидарен, и по-другому быть не может, потому как я доверяю, как артист может доверять режиссеру. А когда получается любовный треугольник? Это интересно. Как же счастье может каждый из троих-то получить? Ну, так и получают. Когда есть любовный треугольник, значит, каждый из этих троих чего-то хочет. И каждый старается это желание воплотить в какую-то материю. А любовь для вас что, прежде всего? Ну, любовь для меня это, наверное, понимание. Понимание и какой-то комфорт. Когда ты не боишься ничего. Ни сказать что-то, ни подумать, ни открыть дверь раньше, чем нужно. То есть, ну, как бы все. Когда нет боязни, когда есть доверие, вот, наверное, любовь. В интервью нашему корреспонденту вы сказали, что в театр нужно ходить, чтобы дышать. По аналогии с баней, где открываются поры. Действительно ли это так? Я не знаю. Это я так думаю. Это я так считаю. Это мое субъективное мнение. Но поры души, поры какого-то, ну, сердца, какое-то сознание какое-то, наверное, должно. И вот это, вот это подключается все. И даже на физическом уровне кровь начинает быстрее. Известно, что вы переехали из Минска в Могилев. Обычно все переезжают обратно. Как у вас так получилось? Ну, я не знаю. Наверное, с одной стороны это от безысходности, а с другой стороны это вот как раз-таки с приобретением какой-то свободы я сделал этот выбор и не прогадал. Тем более, если мы говорим в Могилеве, о Могилеве и о Могилевском театре, учитывая то, что это самый старый театр в Республике Беларусь, это самый красивый театр в Республике Беларусь. И уже то, что Могилевский театр строился как театр, и для того, чтобы быть театром, это много о многом говорит. Жизнь коротка, искусство и вечно говорили древние римляне. Как вам кажется, спектакли, в которых вы играете, в какую вечность они улетают? К сожалению, недалеко. К великому сожалению. Потому что сейчас мы живем в таком моменте, когда все очень-очень-очень быстро двигается, очень быстро меняется и очень быстро все становится ненужным. Как бы сейчас нет такого, что если чистить картошку, то нужно чистить ее тонко. Сейчас все очень доступно. Сейчас, если мне не понравилось, как я почистил эту картошку, я пошел взял другую. Потом когда-то, если останется, мы об этом не думаем, к сожалению, сейчас. Но если где-то это останется, и потом где-то кто-то как-то откопает, скажут, вот может быть. Так же, как мы сейчас находим что-то оттуда и говорим, вот это вилка, которую ел когда-то кто-то. Вы со сцены смотрите на зрителей? Вы их видите? Был очень интересный момент. Привели девочек, в первый ряд посадили. И они, может быть, даже немножко не понимали, куда пришли. Их привели, они опоздали, вошли очень спокойно в первый ряд в куртках. Сели, и спектакль уже шел. И они посидели буквально две минуты и вспомнили о том, что нужно открыть чипсы. И с удовольствием это открыли, сели и начали смотреть спектакль. Я ждал даже, чтобы они встали и попросили, чтобы мы сначала начали. А в основном это хорошие люди. Я не верю в то, что говорят о том, что Могилевский зритель – это заводской зритель, ему нужны комедии, он должен прийти, отбросить всю лишнюю сторону, просто посидеть. У нас сейчас в каждом телевизоре по 142, по 146 каналов. И из этих 146 каналов 24 можно смотреть. Все остальное, оно одинаковое и на любой вкус все. Поэтому я в это не верю. Я уверен в том, что зритель и Могилевский, и любого другого города, он хорош. И он будет смотреть то, что ему будут показывать. Потому что он этого хочет и ему нужно. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Летом свободное время горожане проводят на свежем воздухе. Но есть и те, кто предпочитает тень городских квартир. Кому что нравится. Об этом хорошо сказал Марк Аврелий Антоний, который жил и правил Римской империей во II веке н.э. У него было прекрасное образование. Императора учили живописи, он увлекался философией. И под влиянием собственных философских воззрений речь шла о стоицизме. Спал на голых досках и накрывался звериными шкурами. Марк Аврелий написал 12 книг под общим названием «Рассуждение о себе». И там есть такое послание потомкам. Всюду, где можно жить, жить можно хорошо. Посчитать, сколько у нас дачников, вряд ли возможно. Потому что сегодня речь идет не только о дачных поселках, но и об обычных деревнях. Горожане или покупают дома на теплый сезон, или возрождают старые родительские хаты. И у каждого свой способ уютно устроиться на природе. То ли бычка откармливать, то ли выращивать лаванду. Смотрите, вот так нас удивляют дачники Мглевщина. Ой, моя лапочка моя, хавровасечка моя. Эту лапочку зовут Мироном. Бычку полгода, и он часть хозяйства дачницы из Могилева Марии Михалевой. В Улуках, небольшой деревеньке в Славгородском районе, у Марии мамин дом, где она теперь уже на пенсии проводит полный летний сезон. И обязательно с пользой. Не упади только, не упади. Приди, опа, и ты подавай, приди. Пока есть здоровье, надо работать. Кроме обычных дачных радостей, Мария завела себе небольшое домашнее хозяйство. Зеленый газон и кресло-качалка – это не в стиле улукской хозяйки. Огород огромный, там растет все-все-все для себя и животных. Даже желтые подсолнухи тоже не только для красоты, а на корм курам. Под лежачий камень вода не течет. Это всегда. Ну, интересно же, ну, ты, во-первых, чувствуешь себя, что ты кому-то нужен. Мне как-то силы, вот даже земля дает силы. Потому что ковыряюсь, ковыряюсь, все-таки вот такое чувство бодрости. Уставшая, кажется, ну, все, нет, по городу похожу туда-сюда, там цветы, там траву, там еще чего-то. Все совсем другое. Выращенная своими руками, самая вкусная, говорит хозяйка. Кроме того, от ее дачной жизни есть прямая выгода. Не покупаем тогда. Фарш не покупаем, картошку не покупаем, свеклу, морковку, лук, чеснок. Этому ничего не покупаем. Все свое. Хлопот Марии Михалевой на ее даче хватит до октября. Чтобы кормить бычка, поросенка и кур, которых здесь больше двух десятков, она тратит в день пять часов. Но считает, что это не тяжелый труд, а удовольствие. Ну, тебе совесть есть. Прованс под Могилевым. Это создала в миниатюре Елена Денисенко на своей даче в деревне Присна. Всегда восхищалась лавандой на картинках. Где-то в Прованс картинки, да, фильмы художественные, я не знаю, иллюстрации. Везде, где есть лаванда, почему-то всегда мой взор задерживался на ней. И вот мне захотелось попробовать просто вырастить ее, получится ли у меня. Ну и вот, получилось. Она выросла в частном доме, умеет справляться с грядками, но признается, овощам предпочитает красоту цветов. Это увлечение, кстати, переросло в профессию флориста. Лаванда появилась на этом дачном участке лет пять назад. И солнышка нашего белорусского этому заморскому растению вполне хватает. Цвет лавандовый, но оттенки разные в зависимости не только от сорта, но и от погоды. Но лавандой можно не только любоваться, она приносит пользу. Запах лаванды – настоящий антистресс. Ой, пахнет. Сейчас самая пора ее цветения, поэтому аромат сейчас самый насыщенный. Хозяйка лаванды делает лавандовые продукты – сахар, мед, соль для ванн. С лавандой у Елены связано и увлечение рукоделием. Лавандовые поля Прованса, которые Елена мечтает увидеть, прекрасно смотрятся на вышивке. Такую подушечку вешаю вот так у изголовья кровати. И когда ложишься спать, просто слегка так пошевелишь ее, запах разносится. И просто даже, особенно зимой, ты как будто бы в лето окунаешься и хорошо засыпаешь. То есть Прованс все-таки на даче под Могилевым возможен? Было бы желание, я думаю, что возможно все. План на будущее у дачницы – посадить еще много лаванды и любоваться. С пожеланиями всем дачникам и пользы, и красоты. Каждый по своему вкусу выбирает себе дачную жизнь. То ли растить цветы, дышать свежим воздухом и наблюдать за природой, то ли растить бычка и поросенка с учетом пользы для семейного бюджета. Обычно же народ совмещает клумбы и картофель. Но сельская жизнь горожанам, кажется, нравится. Кубок Могилевской области Студенты, рабочие, учителя, строители, бизнесмены, любители футбола играют на Кубке области. Для них этот турнир как победа в Лиге чемпионов для профессионалов. Люди после работы приходят, кто-то после учебы. Для меня, наверное, любительский футбол по душе больше. Для футболистов Кубок области значимый турнир. Победа в нем дает возможность играть на республиканском уровне. А это шанс встретиться с более сильным соперником. Однажды Шкловскому Спартаку повезло. И на этот стадион приехал Борисовский Бате. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Порой игроки били мячом за пределы поля. И мальчишкам, чтобы вернуть мяч в игру, приходилось доставать его из-за забора. А там шла своя игра. За кого болеете? За Барселону. Не знаем, чем завершился этот матч, а вот в финале Кубка болельщики дождались серии пенальти. Решающий гол забили горецкие футболисты. В следующем году футбольная команда «Горки» примет участие в Кубке страны. Единственный турнир в Беларуси, где играют как профессионалы, так и любители. И напоследок о друзьях. Этими днями логично для нас сошлись два праздника. Международный день дружбы и день пожарной службы Беларуси. И это дает нам хороший повод сказать о дружбе телевизионщиков и спасателей. Мы много снимаем МЧС и его сотрудников. У нас несколько интересных совместных проектов. Но самое главное, мы учимся у спасателей. Не только помогать людям, попавшим в беду, но дружелюбию, открытости, смелости, умению держать слово. И еще любить жизнь. Всегда. И в грусти, и в радости, и в потерях, и в счастливые моменты. Берегите себя. Программа днями. До встречи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова